Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики канала Империал ТВ, с вами Гуднайт, и сегодня я буду комментировать, на мой взгляд, очень потрясающий бой в игре Empire Total War с модификацией Imperial Destroyer 6.2. Ну, я небольшую предысторию вам только расскажу, если вы захотите подробнее узнать о самой битве и о том, как мы к ней пришли, то переходите, пожалуйста, по ссылке в описании. У меня там летсплей, мы играем за свою компанию большую, ну, как компанию, там, скорее, больше на выживание, потому что очень сложно такой маленькой фракции играть страной, герцогством, играть против таких больших гигантов, как Франция, Испания, вот, и им противопоставлять что-то. Ну, тем не менее, я решил все-таки эту компанию начать, вот, и мне очень сильно прям, очень сильно понравился этот бой, я надеюсь, вам он понравится тоже. Со своей стороны, я постараюсь максимально лучше его откомментировать для вас, ну, буквально два слова всего лишь. Так получилось, что мы захватили, как так получилось, это было запланировано, мы захватили Марокко, объявили войну Марокко, и французы на следующем ходу объявляют нам войну. Что они делают? Они собирают офигеннейший просто флот, ну, как, он вроде как и не сильно большой, но он очень эффективен. Шесть отряд, э, кораблей, из них четырех, э, как это там, подождите, четвертого ранга линейные корабли и пятого ранга фрегаты, то есть это очень сильные юниты в этой модификации, против них очень тяжело сражаться на море. Вот, и они собрали офигенную армию, эта армия насчитывала около 30 отрядов, и они за один ход захватили Сардинию мою, потому что там не было даже гарнизона. Ну, как, по дефолту там идет 2-3 дальнейной пехоты, я там попытался хоть как-то дать им отпор, но ничего не получилось. Что сделал я? Захватил Марокко, но так как там мусульмане, мне было очень сложно его удержать, я отбил атаку восставших и сразу же собрал свою армию, перевез ее, ну, там у меня был какой-то... Какой-то один отряд, как отряд, вернее, один корабль, с помощью которого я их перекинул обратно на Корсику, и здесь нас встретили французы. Все, с предысторией мы закончили, теперь давайте начнем вообще саму битву обсуждать. По моим войскам, сейчас я их сгруппирую на правом фланге, давайте пока по карте, да? Карта у нас вот такая вот, очень довольно-таки интересная, позиция, позиционирование войск будет тоже довольно-таки интересным. Я никогда не понимал смысл вот этих вот огородов, какой смысл создавать вот эту вот стену, чисто теоретически, да, и здесь ее заканчивать, типа ограждать что? Ограждать здесь горы, здесь даже снизу пройти можно, ну, это недоработки движка. По ходу игры, по ходу боя я буду вам подсказывать, обращать ваше внимание на некоторые фишки модификации, надеюсь, вам, вас они впечатлят так же, как и меня. Итак, бой будет проходить на нашем правом фланге, и мы будем защищаться, так как французы нападают двумя корпусами, и первый из них, там, небольшой численности был, там, буквально отрядов 6 или 7, а второй уже их основные войска. У нас на данный момент мы имеем 2 отряда конницы, ну, то есть стандартный конный полк и отряд личной охраны генерала. Ну, как бы его в счет не берем, потому что он в бою не участвует практически у меня, хотя они очень сильны, у них очень сильная мораль, и они в ближнем бою просто машина для убийства, но я их не использую, потому что боюсь потерять. А так же куча, ну, как куча, много линейной пехоты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрядов линейной пехоты, даже, стоп, семь, восемь, восемь отрядов, девять отрядов линейной пехоты, один отряд швейцарской пехотной гвардии, и два отряда совойских ветеранов. Ну, то есть это, грубо говоря, вселинейная пехота. Также у меня есть два отряда легкой пехоты, которые могут вести перестрелку в развернутом строе и выставлять коля против конницы, что нам в этом бою поможет. В принципе, это и все. Ну, давайте начнем, посмотрим. Мне очень нравится сопровождение барабанных маршей. Сейчас вы услышите. По ходу дела я буду объяснять вам, каким образом я решил расставить войска. Началось развертывание. И мы наступаем. Ну как, нам далеко идти не придется, потому что мы выстраиваемся на холме. И для понимания того, как будет выглядеть наш фронт, нам достаточно посмотреть на этот ракурс. Итак, вдалеке, вот там вот мы можем увидеть наших врагов, которые идут одним корпусом пока что. А также в самом очень дальнем левом углу карты мы видим приближающийся, ну, второй корпус, который нам пока вообще никакой опасности не предоставляет. Итак, мы решили выстроиться традиционной на то время, в ту эпоху строем, линейной тактикой. Выстраиваем мы пока что в три линии. Передовая линия составляет наших на левом фланге ветеранов, совойских ветеранов. На правом фланге тоже совойские ветераны. И в центре у нас швейцарский пехотный полк, который будет сдерживать весь, ну, мы так планировали, да, сдерживать весь натиск соперника. И также на передовую линию мы выставляем развернутым строем нашу легкую пехоту, которая будет первая, в силу того, что у них дальняя атака, отстреливать врага. Во второй линии у нас для поддержания, в случае если первые ряды начнут отступать, три отряда линейной пехоты, ну, как бы по стандарту. И в резерве мы оставляем отряд на левом фланге линейной пехоты и на правом фланге тоже линейной пехоты. Образовываем также, я вам покажу поближе, здесь есть небольшой такой, ну, как сказать, лес, сложно сказать лес. Такое вот пространство, которое я решаю прикрыть двумя отрядами линейной пехоты, выстроив их в два ряда, таким вот образом. Это на всякий случай, потому что я не знал, каким образом будет нападать искусственный интеллект на меня, так как здесь есть преграда. Вот, также я выставляю конницу, но она не как резервная идет, она больше будет как ударная, в случае если противник начнет отступать. Также, я не помню, говорил или нет, меня очень впечатлило мастерство искусственного интеллекта здесь, как он себя повел. Особенно, особенно, меня впечатлила конница. Постарайтесь, и я тоже постараюсь больше внимания обращать именно на перемещение конницы. Если мы сейчас посмотрим, на левом фланге на нашем мы увидим драгунов. Драгунов. Это стрелковая конница, которая довольно-таки, ну, сложности исправится, потому что пехота против конницы на большом расстоянии не сильно точна, а конница бьет как пехота. Получается, из 60 человек, ну, с одного залпа они могут убить человек 10-15, а мы можем только троих-четверых убить с одного залпа. Ну, то есть из дальнего расстояния. Конечно, если приблизиться поближе, то там уже будет хороший урон. Итак, на правом фланге противник продолжает подвигать к нам легкую пехоту, и мы принимаем решение выстроить коля, выставить коля. Также они подтягивают колонну из своей пехоты. Вот, легкая пехота начала уже по нам стрелять. Даже пятерых с одного выстрела они убили. Ну, я на это реагирую, и мы начинаем отвечать им. Но, смотрите, как они интересно поступают. Как только мы на них отреагировали, они сразу начинают отводить своих парней. Хоть немножко и тут, но отходят. Мы стрелили. Одного убили. Жизнь, оттуда троих. Ну, и они отошли. Так, на левом фланге. Обращаю ваше внимание на перемещение конницы. Пока я тут был занят перестрелкой с уже пехотой, конница в это время с левого фланга начинает обходить меня. Я это замечаю, и понимаю, что нужно как-то прикрыть свой левый фланг. Но, потом я приблизил вниз камеру, и я понял, что вот этот вот холм, он не даст невозможности нормально вести огонь по этим садникам. И поэтому я решил их переместить чуть поближе сюда. Конечно, по уму было бы, если бы я выстроил их вот здесь вот в лесу, ну, как бы ближе к лесу. Но я же не знал, что они будут так близко вот прям вот так вот издалека слева меня обходить. Поэтому не надеялся. Вот, наша легкая пехота продолжает стрелять, и хочу обратить ваше внимание на одну из фишек мода. Вот, смотрите. Ну, не на этом. Сейчас вы увидите. Итак, смотрите. Что это означает? Смотрите, когда ваш отряд находится в передвижении, ну, или отряд искусственного интеллекта, он идет прямо, и вы отдаете приказ атаковать отряд, который находится с правой стороны от вас. Если вы помните, в начале, ну, как не в начале, в ванильной версии игры, для того, чтобы сделать выстрел, произвести выстрел, вашей пехоте сначала нужно было перестроиться фронтально по отношению к противнику, то есть вот так вот, стать лицом к нему. В этой же модификации автор сделал так, я не знаю, как я на то умудрился сделать, но он это сделал. Он убрал эту дурацкую хрень, и теперь, когда вы отдаете приказ, ваши отряды не перестраиваются. Если здесь угол менее чем 90 градусов, то есть, ну, или там сколько, то они не перестраиваются, а просто остановились и стрельнули. При этом не обязательно держать ровный строй. Кто с ванильной версией играет в эту игру, тот прекрасно понимает, что они не могут так стрелять. Они должны ровненько-ровненько выстроиться, там еще сделать лишних два шага, и только потом остановившись, достать ружья и стрельнуть. Но в случае, если это стрельба шеренгой, для начала они все должны быть перезаряжены. Если как минимум один человек не заряжен, то весь отряд, все 160 или сколько человек, будет тупо стоять и ждать, пока эти два или один человек перезарядятся. И только когда они зарядились, они делают выстрел. Представьте, что вам нужно срочно, вот вы сделали один выстрел, и вам нужно подойти поближе, потому что от вас противник отходит. И используя вот эту вот стрельбу шеренгой, вы уже не сможете подойти и еще раз стрельнуть. Поэтому что сделал автор? Автор просто убрал стрельбу шеренгой. Я думаю, это гениально, потому что искусственный интеллект, он ужасно тупил, и они много моментов, вот так вот игровых, просто проигрывали из-за таких дурацких ошибок. Теперь нету стрельбы шеренгой, все как в Наполеоне, в Наполеоне тоже такая штука есть. Теперь они просто стреляют и все. Это прекрасно, как парни. Это супер. Ну, продолжим. Я решил просто на этом акцентировать ваше внимание. Продолжаем. Начинает вести огонь пехота противника по нашей легкой пехоте, но у нас тут боеприпасы не бесконечны. Боеприпасов здесь всего по пять или по шесть. Пять или по шесть. Изначально автор мода сделал по два выстрела, но была очень жесткая точность, буквально с такого расстояния, как вот сейчас вот мои ребята стреляют по этим, они с такого расстояния могли за один или, ну ладно, за два выстрела перебить весь отряд, и он мог отступить. Конечно, это было красиво, прикольно, но это было не исторично, во-первых. Во-вторых, это было слишком хардкорно, и битвы очень быстро переходили от обычной стрельбы к схватке, и поэтому, ну как-то не совсем прикольно было. Я попросил автора, чтобы он создал модификацию, ну, мини-мод, который позволял бы дольше чуть стрелять, и он сделал в три раза больше патронов, больше, и точность, ну, соответственно, там, в два или сколько-то раз меньше. Вот, второй ряд, мой правый фланг, получается, савойские ветераны тоже начинают вести огонь. Стреляют, к сожалению, я не обратил на это внимание, через спины легкой пехоты, и немножко их косим, что поделать. Мы отводим легкую пехоту, потому что еще с центра начинают стрелять противники легкой пехоты, и переносимся на левый фланг. Так, здесь собралось четыре отряда драгунов, и это очень внушительная сила против нашей легкой, против нашей линейной пехоты, ведь у нас здесь всего лишь из два отряда. И началась перестрелка, к сожалению, я не успел вовремя отдать приказ стрельба по готовности, и мы потеряли уже 10 человек в левом отряде, 10 человек в правом. Ну, что поделать, до нас дойдет чуть-чуть со временем. Так, мы отдаем приказ открыть стрельбу. Но решаем подойти поближе, потому что левый отряд не достает. Теперь стреляет и левый отряд. Но, так как наши ряды очень быстро начинают таять, я понимаю, что сюда нужно срочно подвести подкрепление. И из нашего резерва... Из нашего резерва... Нет, резерва пока еще нету. Но я слышу, что они начинают нападать на нас массово, и подтягиваю в второй линии. Сейчас, секундочку. Вступили в бой с нашими... С нашей линейной пехотой драгуны противника на левом фланге. И в этот момент я понимаю, что стрельба нужно укрепить свой левый фланг. И подтягиваю конницу и резервы линейной пехоты. И второй линии. Моя конница завязывает бой с... Ой, вот момент отличнейший, просто отличный момент. Нет, это не он. Блин, я его провтыкал. Я провтыкал этот момент. Моя пехота здесь... Вражеская конница пыталась нам зайти в спину сюда. Прям в центр. Но моя пехота их успела перестрелять здесь. Это было очень красиво и эпично. Но я его провтыкал, извините. На всех местах сразу не можем находиться. Пытались прорваться. Линейная... Вернее, ополчение пыталось прорваться в центре. Но они получили отбор от нашей... Той же линейной пехоты. Видим перемещение в центре генерала противника. Он идет на левый фланг. А также завязываем бой на левом фланге с нашей... ненавистной нам конницы, которая решила сковать наши резервы. При этом мы отбились от драгунов основных. И конница здесь, ну, как бы, одерживает... Одерживает верх. Все-таки это не конница ближнего боя, а конница дальнего боя. Поэтому у них шансов никаких против моей конницы. Также справа фланга отсюда мы переместили ближе к центру еще нашу линейную пехоту. Для того, чтобы убрать угрозу ополчения. И у нас отлично удается перебить их легкую пехоту. Практически вплотную мы расстреляли их егерей. А также на холм пытались Мелис де Франс забраться. Но мы их тоже расстреляли. Итак, правый фланг за нами. Но, как бы, это были все лишь передовые войска. Мы видим, там еще идет подкрепление. Очень даже нехилое подкрепление, которое еще свежо. Они еще не стреляли. А у меня патрончики уже заканчиваются. Вот. И, кстати говоря, на левом фланге генерал. Генерал противника. Решает завязать с нами бой. Ну, естественно, мы принимаем этот вызов. И нашу линейную пехоту посылаем в бой на французского генерала. Конечно же, я не знаю, что было на уме тогда у искусственного интеллекта. Но, тем не менее, они его впустили сюда. И вот этот вот заход с левого фланга, он был реально потрясающим. Опять же, к сожалению, не показал вам вот этот вот забег конницы, которая пыталась с правого фланга своего, получается, зайти мне в спину сюда. Я вовремя среагировал, мы развернулись на 180 градусов и тупо открыли огонь. Если бы я этого не увидел, я не знаю, чем бы это закончилось. Плюс они здесь еще пехотой нападали. Итак, что я делаю? Я передвигаю свои войска поближе. При этом мы пока ведем бой с вражеским генералом. И спускаемся с холма. Для чего мы это делаем? Бой всего лишь длится 20 минут. И мне нужно отбить Сардинию. Я понимаю, что мне нужно быстрее вступить в контакт с передовыми, ну, как бы с основными силами французов. И просто потягиваю их поближе. Так, кто отступает? Ага, я принимаю решение убрать с поля боя свою легкую пехоту, потому что они выстрелили весь свой боезапас, а держать их на поле боя просто нет смысла. И они уходят, сохраняя при этом строй. На левом фланге, для того, чтобы быстрее убить вражеского генерала, я подтягиваю свою конницу. Они здесь будут долговато сражаться, поэтому перенесемся больше на левые фланги в центр. Итак, в центре мы практически перестроились, но, к сожалению, патронов не у всех хватает. И начали уже, открыли огонь левым флангом своих совойских ветеранов. С третьего раза получилось. Французы потягиваются со стороны войска. И их правый фланг и центр уже вступили с нами в бой. На дальнем правом фланге, вот мы убили вражеского генерала, генерала Жильбера Мирабо. На правом фланге наша линейная пехота, которую мы вывели для борьбы с легкой пехотой, тоже вступила в бой. Но один из этих отрядов тоже уже выстрелил весь боезапас, и стрелять уже нечем. Я это понимаю, и начинаю их просто отводить в спешном порядке, и они теряют очень много, потому что им стреляют в спину. Видите, им не нужно перестраиваться, они просто приказ отдали стрелять, и в таком хаотичном порядке стреляют. Это очень прикольно, потому что искусственный интеллект теперь не такой мальчик для битя, которым он был раньше. Но мы уводим, уводим справа фланга всю нашу пехоту, и остается лишь фронт в центре, который, слава богу, пока еще держится. Ну и левый фланг тоже потихоньку отстреливает. Опять же, на левом фланге только у одного отряда есть патроны, а в центре у всех закончились. И вот какая у нас образовалась картина на средине боя. Центр, хоть мы и владеем преимуществом, мы там очень много перебили, если вы видите. Центр за нами, мы держим высоту. Но в силу того, что патронов нет, мы просто отступаем и решаем сформировать второй фронт. То есть, мой резерв, который у меня остался, который еще ни разу не стрелял, я вывожу его в центр, перестраиваю в две шеренги, и жду, пока мои все солдаты уйдут из центра. Всех остальных, ребят, я отвожу назад. Ну, нет смысла просто выставлять их под пули. Также на левом фланге, последний отряд, у которого еще есть чем стрелять, я перестраиваю фронтально к врагу, чтобы сформировать хоть какое-то подобие защиты на ваших глазах, вот как я сейчас выстраиваю свои войска. И выставляю на левый фланг конницу, чтобы сделать массированную атаку, произвести массированную атаку. Я услышал, что закричали французы, понял, что они на нас нападают. Ускорился. Французы стреляют по нашей пехоте, мы отвечаем им в центре. Здесь вот такая вот картина образовалась. Я прям очень сильно хотел, давайте, ребят, побыстрее, быстрее, быстрее перестраивайтесь и стреляйте. И они буквально вплотную просто перестреляли. И есть. Отлично. Последний момент. Мы все-таки отбиваем атаку французов. И в центре. В центре. Французы решают сделать прорыв. Они подходят вплотную, открывают по нам огонь. И вступают с нами в бой. У меня было совсем немного времени для того, чтобы принять решение поскорее, что же делать. И я принимаю решение конницу свою с левого фланга переместить в центр, чтобы отбить вот этих вот ребят. Они очень сильно кромсают мою пехоту. И мы вступаем в бой. Очень красиво мы зашли. Очень красиво мы зашли. Потеряли, конечно, человек 15. Ну, кто-то здесь весит. Ну, убили много. И опрокинули их отряд. Также с левого фланга потягиваем нашу пехоту. Для того, чтобы они поддержали наступление конницы. И в центре. В центре. Так как у нас уже стрелять нечем. Да и, в принципе, все мои войска уже оттокнули. Я принимаю решение масштабную произвести атаку по позициям неприятеля. Видите, да, моя пехота вступает в бой с французами? Я разделяю свою армию... Ну, как армию? Свои передовые части с центра на две части. Правый фланг из двух отрядов нападает на левый фланг французов. Они здесь перестраиваются фронтально к нам, пытаясь отбить нашу атаку. И при этом я оставляю резерв на всякий случай. Если мои ребята передовые дрогнут, то я еще попытаюсь что-то сделать. Ну, и левый фланг в виде четырех отрядов я подтягиваю в центр. Для того, чтобы пробить Мелис де Франц. Нет, вернее, линейную пехоту. И пробиться сюда к своей коннице и своей линейной пехоте левого фланга. Плюс также видим, что французы подтягивают свою конницу. И это еще не все их войска. У них есть еще драгуны. И там где-то еще где-то был отряд, кажется. Ага, вот стрелковый эскадрон вдалеке. То есть у них еще есть чем сражаться. И мы вступаем в бой. Французы отчаянно пытаются от нас отбиться. Центр мы фактически отбили. И противника прокинули. Конница отлично себя проявила. Хоть ей там в спину пытались ударить. Здесь последний очаг сопротивления это Мелис де Франц. Которые перестраиваются для того, чтобы хоть как-то открыть огонь по нам. Но мы уже просто доминируем на правом фланге. И вся масса нашей пехоты вступает в бой, чтобы поддержать со войсками ветеранов. Плюс из центра я последний резерв конницы выдвигаю в центр и нападаю на Мелис де Франц. Последний очаг сопротивления. Посмотрите, как красиво они себя ведут. То есть они хоть и тупили ну сейчас это на это тоже потом внимание в конце. В центре мы продолжаем прорыв. Нашу линейную пехоту спустили вниз для того, чтобы отбить вот эту вот провинциальную кавалерию. Но по нам уже стреляют драгуны. Третья линия обороны французов. На левом фланге мы преследуем Мелис де Франц. А также контр-атакуем драгунов. Но я понимаю, что у меня не хватит сил с ними сражаться и сохранить все свои силы. Вот какими они сейчас есть. Сосредненная пехота где-то отступает. Я понимаю, что я потеряю очень много солдат. И слава богу битва заканчивается ровно через 20 минут. Так как я поставил лимит. Понимая то, что у них еще достаточно патронов у драгун. И эти драгуны могут неплохо нас подамажить. Я принимаю решение закончить бой. Так как я уже выиграл. Соответственно, их войска после этого отступят. И я вам скажу, это была не самая легкая победа. Ну, хоть она и кажется вам легкой вот так вот с виду. Да, у меня еще резервы здесь есть. Но поверьте, этот отряд подойдет. Его вплотную стрельнут по нему разочек. Даже те же самые драгуны. Он дрогнет, просто убежит. Потому что здесь очень низкая мораль у солдат, если по ним вплотную стреляют. И еще они очень подвержены. С близка стреляют очень точно. Ну, вы видели, да, здесь на левом фланге что творилось. Хочется отметить следующее. Давайте разбор сделаем. Боя. К сожалению, я вот этот вот момент упустил, когда забежали, забежала конница с левого фланга. Но я считаю, что это было очень красиво и очень эффектно. Противник обошел, это искусственный интеллект, я напомню вам, он обошел по всему фронту с правого фланга нам в левый фланг. Они выстроились фронтально по отношению к нам, подошли, выстрелили раза два и вступили в ближний бой с моими двумя отрядами линейной пехоты. И они настолько сильно здесь преобладали, что мне пришлось из центра резервы потягивать на левый фланг, чтобы им там что-то там противопоставить. И даже конницу свою я сюда переставил на левый фланг. Это было мощно. Но вот этот вот забег конный, который мы отбили, это я не знаю вообще с чем сравнить. Также действия на правом фланге мне понравились, искусственный интеллект. И в принципе они пытались агрессивно себя вести. У них это получалось. Ну так как я все-таки не искусственный интеллект. И плюс у меня были не ополченцы, у меня была линейная пехота и ветераны совойские. Ну как бы преимущество осталось за нами. Ну еще и плюс холм. Это тоже не стоит упускать из виду. Вот. Ну. На вашем экране результаты. В принципе мне это очень понравилось. Битва была прекрасная. Потеряли мы потеряли 747 человек. убили 1500. В общей стороне у соперника наверное около 2500 было солдат. Но так как они двумя линиями, двумя корпусами на нас нападали, то нам как бы было еще и проще против них сражаться. Вот такая вот получилась битва за Сардинию. Если вам будет интересно посмотреть как это все выглядело на летсплее, переходите по ссылке в описании. Я желаю вам прекрасного настроения и удачи. Спасибо большое за внимание. До свидания.